Война началась в 2014 году и о киевлянином до, так сказать, понятно, полностью. Поэтому 24 февраля это была так называемая уже красная линия. Если до этого я как-то себе внутренне находил ответы на вопрос, почему я не выступаю остро, я говорил себе, что я делаю фильмы. Что мои баррикады – это фильмы. Я сделал за 2014 года несколько таких достаточно острых и релевантных времени, как мне казалось. Фильмов, которые так или иначе вызывали общественный интерес. 24 февраля стало ясно, что уже не кино. Уже не кино, уже нужно говорить самому и ежедневно, потому что это уже совершенно другого масштаба трагедии. Это полномасштабная агрессия. Начал писать, говорить, выступать, давать интервью, и возникло, как это сказать, пьянящее чувство свободы. Когда ты можешь говорить то, в чём себя сдерживал долгие годы. С рядом моих, так сказать, товарищей и друзей, с которыми я был связан многие годы, у меня сегодня нет отношений. Не потому что мы ссорились, ругались, выясняли отношения. Не так. Просто они не звонят, а я не звоню для того, чтобы не создавать им проблему. Потому что я чувствую, что это может гипотетически вызвать у них дискомфорт. Цели войны, которые они перед собой ставили, ну максимальные, да, программа «Максимум», они давно уже провалились. То есть они не реализованы, в этом себе отдают отчёт. То есть парада в Киеве не будет, Украина не будет контролироваться из Москвы. В этом отдают себе отчёт хорошо в Кремле. И, на мой взгляд, пытаются достигнуть сразу нескольких целей. Первое – объявить новые цели войны и объявить их достигнутыми. Ну то бишь, захватили какие-то районы, оккупировали районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Ну вот этого мы и хотели. Собственно говоря, это и было нашей целью. А теперь мы спасём людей там живущих, проведём референдум. Это будет новый, ну условно говоря, в юридическом смысле для них, новая чеченская война, контртеррористическая операция у себя на территории. Второе – это, конечно, повышение ставок, на мой взгляд, опять же, и попытка усадить за стол переговоров как Украину, так и Запад. Но при этом заставить Запад подтолкнуть Украину к переговорам, потому что Украина, естественно, не соглашается и предъявляет устами президента Зеленского уже неоднократно формулировались условия, при которых Украина сможет сесть за стол переговоров. Ну то есть полное освобождение всех захваченных территорий, включая Крым и так далее, и так далее. Но этого они не хотят, естественно, даже обсуждать, я имею в виду в Москве. Сюда разговоры и про ядерное оружие, и про прочие все пугалки. Мне кажется, как всегда, главная цель российского режима удержание контроля дома. Захват, победа, жесткие репрессии дома, мобилизация, это все создает ощущение, что они затягивают, закручивают свои гайки, и там уже никто не шелохнется в ближайшее время. Те, кто каким-то образом мог бы еще где-то там выйти, попротестовать, но уже убежал. Все убежали из страны, там за несколько дней, 300 с чем-то тысяч человек. Я, как это сказать, законченный и неисправимый либерал, поэтому моя позиция понятна. Надо давать убежище всем. И европейские ценности, вырабатывшиеся на протяжении сотен лет, они, собственно, исходили прежде всего из гуманистических побуждений. Защищать, предоставлять убежище, ценить человеческую жизнь превыше всего. Люди бегут от того, чтобы их призвали в армию, поставили под ружье и заставили убивать. То есть у них выбор между тем, чтобы стать убийцами, или погибнуть на поле боя, или стать убийцами и погибнуть на поле боя, или сбежать по международным многочисленным законам, регламентам и статутам, будь это ООН или какие-то документы, основополагающие Европейского Союза. Конечно, это бегство от мобилизации, принудительной, является достаточным основанием для предоставления убежища. Поэтому мне кажется, что убежище давать надо. Второе. Я отчетливо понимаю мотивы стран Балтии. Они давно боятся. И они оказались, на самом деле, если раньше их опасения, их политические высказывания, их заявления, и какие-то действия могли вызывать сомнения, и даже критику со стороны стран, там, континентальной Европы, Старого Запада и так далее, поскольку они, казалось, с точки зрения, например, немцев или французов, излишне опасаясь России, критикуют уже все, то на сегодняшний день страны Балтии оказались правы. Ну, я имею в виду общественное мнение. И больше угрозы, чем Россия, в регионе, да и в мире, пожалуй, на сегодняшний день нет. Поэтому они естественным образом опасаются притока молодых мужчин, которых они вынуждены будут принимать там сотнями, тысячами, а то и десятками тысяч, не успевая разобраться, кто из этих мужчин действительно мог бы оказаться принудительно мобилизованным. Поэтому, с одной стороны, да, нужно предоставлять убежище, с другой, я согласен с ними, что надо разбираться, кто, кому, как и так далее. Это, мне кажется, непростой вопрос. Возможно, конечно. Опять же, это возможно в случае, если кинематографисты и молодые, в частности, из России, заняли твердую позицию. Ну, вот Кантемир, Балагов и Кира Коваленко эту позицию с первых дней агрессии заняли. И это все для меня означает, что мы, конечно, работаем. Больше того, мы с Кантемиром вот на пороге запуска его первого американского фильма. Он англоязычный, но при этом с большим объемом кабардинского языка. Он сумел адаптировать сценарий таким образом, что мы в состоянии снять его за пределами России. Это очень сильная вещь, и мы, я думаю, сделаем это для одной из больших и очень важных американских студий. Пишет новую историю Кира Коваленко. И, конечно, я открыт в сотрудничестве с теми, с кем работал раньше, и кому верю, и в чьей честности и в твердой позиции по отношению к этим событиям не сомневаюсь. И надо сказать, что это подавляющее большинство тех, с кем я работал.